В городе открыли иммиграционное бюро из пяти этажей. Чем выше этаж, тем лучше страна и дороже цены. Но есть три правила. Нельзя вернуться на предыдущий этаж. Если выбор уже сделан, нельзя его изменить. И бюро можно посетить только один раз в жизни. Однажды в это бюро зашел бывший советский человек, БСЧ. На первом этаже висела табличка, на которой было написано «Здесь мы оформляем иммиграцию с предоставлением немедленного гражданства и шенгенской визы. Но вы должны служить в армии, переносить жару и платить налоги. Добро пожаловать в Израиль». «Интересно», – подумал бывший советский человек, но пошел на второй этаж. На втором этаже висела табличка. «Здесь мы оформляем иммиграцию в культурную страну с европейскими традициями. Но вы должны сдать экзамен на нашем языке. Добро пожаловать в страны Балтии». «Супер! Это вообще отлично!» «Но я пойду дальше», – решил бывший советский человек. И пошел на третий этаж. На третьем этаже также висела табличка. «Здесь мы оформляем иммиграцию в богатую культурную страну с европейскими традициями и высоким пособием. Но вы должны соблюдать чистоту. Добро пожаловать в Германию». «О, это идеально! Что же еще надо? Но ведь что тогда на четвертом этаже?» «И бывший советский человек пошел дальше». Табличка на четвертом этаже голосила. «Здесь мы оформляем иммиграцию в богатую культурную страну с общечеловеческими ценностями и высоким пособием. В этой стране все иммигранты. И ничего ни от кого не требуется. Добро пожаловать в Канаду!» «Я хочу в Канаду! Это чудесно!» «Есть же еще и пятый этаж. И нехотя с большим желанием остаться на четвертом этаже, но движимый любопытством бывший советский человек пошел на пятый этаж». На пятом этаже была табличка. «Просим прощения. Вы, наверное, думали, что здесь исполнится ваша великая американская мечта? Этот этаж создан для того, чтобы еще раз доказать, что для бывшего советского человека нет предела желаний и чувств, что ему все должны. Вы не хотите учить язык, платить налоги, служить в армии. Вас много таких, и вы всем недовольны. А не остаться ли вам в вашей стране?» Ц. Кируля Аскалонская. Что скажете?